всем привет это канал жизнь барахольщика меня зовут александр и я еду в колпино это находится рядом с санкт-петербургом мы заедем к алексею который только-только начинается заниматься покупкой и продажей старых вещей он занимается этим всего полтора месяца и мы приедем расспросим у него как это у него получается получается ли вообще нравится ему это или не нравится алексей привет привет покажешь свою скупку расскажешь свою историю да пожалуйста ну давайте начнем наверное отсюда с улицы мы находимся в городе колпино это так называемый старый район раньше здесь кипела жизнь этот дом 50-х годов постройки и почему я открыл скупку именно здесь здесь раньше находился комиссионный магазин очень долгое время и место получается такое намоленное поэтому немного думанных думай открылся именно здесь рядом находится вокзал в общем роде сталинские дома сталинские дома да все верно то есть раньше не скипела жизнь сейчас немножко потише пойдемте расскажи о своей скупке вот моя скупка она небольшая как видите 2-2 с половиной квадратных метра я помещаюсь туда один плюс фотобокс в котором я фотографирую товары поставляю на площадках а вы шучка откидывается да да таким образом очень удобно я здесь вот оцениваю но если что-то большое я даже ухожу по макету от саши и сколько твоему магазину уже реально времени ну месяц получается чуть больше месяц может и неделю вот так не не несли по моему в первый день я уже начался волноваться а потом как пошло потом я тебе говорю блин что-то мне на адреса не зовут а потом как на адреса начали звать и все и два слова это вообще твой самый первый магазин или у тебя это еще занимался каким-то бизнесом который и для тебя там открыть магазин очень ерунда ну если в плане бизнес я скажу так больше работал наемную рабочим в офисе это лет 7 занимался автобизнесом или 7 последней недвижимостью и между этими как раз направлениями у меня была попытка такого бизнеса где-то год я работал я занимался производством и продаж фото сувениров но это все было дома я делал кружки футболки не продавал через интернет то есть небольшой такой опыт был но в плане такого чего-то скупки нет как ты вообще пришел к этой теме почему именно старые вещи просто не понимаю как бы ты занимался кружками и сувенирами копался мталискательными я так понял да да вот так раз и старина тебя привлекла или как бы хочется узнать тебя привлекло что можно на этом заработать либо тебя привлекла какая-то другая штука нет насколько я знаю это тоже занимался раскопками по старине соответственно ты знаешь этот момент когда ты находишь какую-то непонятную вещь там ложку на ней какой-то клеймо ты начинаешь разобираться интересно ты думаешь что ты теперь супер богат и так далее потом ну вот это захватывает монеты определение и так далее вот кстати здесь у меня наколочек монеты которые у меня накопаны кто занимается раскопками понимает конечно же что это именно копанные монеты ну кстати кто же покупает так понемножечку на самом деле икатерины такие вот таком даже состоянии там 500 рублей соответственно находишь какую-то в земле непонятную вещь начинаешь это исследовать и получается как раньше я искал клады там у нас сезон идет весной как правило когда нет а сейчас получается и оплата ищу каждый день каждый день провести эти непонятные вещи которые надо изучать разбираться и заправлять на опознание и так далее то есть это безумно интересно я очень рад не а в итоге ты открыл ее с целью заработка я всегда хотел чтобы мне было на работе нравилось я сидел в офисе заработал хорошие деньги но вот это вот ну меня многие поймут которые сидят вот сейчас в офисе смотрят это видео и немножко ненавидит свою работу а здесь у меня время прилетает вот так мне все интересно мне все здорово и постоянно общаюсь с кем-то новыми людьми это просто очень здорово я кайфую и вот ты короче выбросаешь все открываешь магазин и как реагируют твои родственники на это все ну понятное дело что блин что я такой странный вопрос почему странный вот у меня сказали что поначалу какая-то херня какие-то ложки будешь покупать нехеровые я ему рассказывал что я буду покупать нехеровые ложки подстаканники там книги и мне сказали ну это бред какой-то да нет я сказал что я буду заниматься тренинг вещами мне типа это очень интересно ну за такие занимайся ну понятное дело так молча как-то но мы можем скептически но когда прошла неделя когда дом начал заполняться вот так вот вещами обрастать соответственно ну я живу с девушкой она поняла что дело как бы пошло и начала уже включаться мне помогать ты помнишь как ты купил саму первую вещь саму первую дать еще до открытия с скупки я смотрел авито и в соседнем доме нашел интересный как мне показалось какую-то продавали старинную я думал лампу и вроде как недорого я приехал поговорил с мужчиной он оказался так называемым флипером это те люди которые покупают перепродают квартиры и как я понял вот этот хлам который там ставил мне нужен он мне пытался продать холодильник какие-то шкафы и диваны но в итоге я ушел с библиотекой свои первые книг там по-моему 300 или 400 штук 4 телевизора эту лампу я все-таки забрал и еще такое огромное блюдо богемское ну тогда выгодная сделка была я взял это все за 5000 рублей и отнес книги и эти четыре телевизора в ближайшую скупку и соответственно получил свои деньги обратно и у меня осталось ваза и лампа которые кстати до сих пор еще продаются я думал что они супер старые они оказались ноги страшно общаться с людьми которые приносит мне вообще не страшно нет вообще а вот когда ты первый раз поехал на адрес был какой-то адреналин да на первый адрес это было немножко ну я боялся того что как себя вести это все но все-таки новое заходишь к людям квартиру что ты хочешь купить а получается по факту то есть люди приходишь к людям и они наоборот вот это 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 забирайте и как правило забираешь просто-напросто по своим ценам как-то обычно называешь это беру засток и засток и засток и и соответственно что добрая вчера вечером на адресе так все и было но не страшно как бы приезжать общаться нет нет вообще никакой ну учитывая что у меня скажем так опыт работы с людьми даже об этом не думал сейчас нет а ты вчера ездил на адрес да я вчера ездил на адрес часть вещей в машине часть уже дома ну и часть здесь осталось что тебе сюда приносит давай посмотрим тогда да давайте я залезу в будочку короче что из вчерашнего только что тебе вчера принесли это такой вот сливочник но это такой особенный клиент он сказал что мне уже везде оценили он везде стоит там две с половиной тысячи я взял за 500 рублей но выложил сразу на авито на за полторы и чё что-то пока ни одного просмотра вчера вот еще принесли такую фигурку красивую без кого без трещин обычно у них сломанную жерелья зеркальце тут все на месте лзык и все очень здорово из вчерашнего из вчерашнего ну пожалуй вот этот чай могу отметить он уже упакован правда это советский чай пакетик а ты его продал оба комплекта уже вчера принял получается продал тоже упакованы сейчас поедет это ну вместе сходим на почту вот это ассорти чай также из вчерашнего это непонятный прибор еще не разбирался что-то он там вибрирует также из вчерашнего такой подсвечник они как я заметил очень хорошо уходят на авито это индия советская так и что еще что еще есть такая штука до этого не встречал это советский ночник переходником то есть вот такая вот интересная штукинция можно и на стенку еще блин не хватает одного листика готов ли замедил и да только сейчас заметил он будет скидка сейчас еще есть прикольного покажу я думаю такую вещь вы еще не видели но это не вчера это где-то на прошлой неделе такая вот интересная свеча я по крайней мере нигде не встречал она весит ее взвешиваю два килограмма 200 грамм просто огромные свечи сужались такая интересная как это сюжет да интересный что это какая-то прибалтика или европы извиняюсь у меня звонок по рабочему телефону так ну вот как раз позвонил клиенту которого я был на прошлой неделе на адресе я там набрал интересных вещичек некоторые мне пообещал вот кстати подтвердил что выходных принесет привезет старинный столик я тебе скидывал фотки очень интересный сейчас он позвонил сказал что будет немецкий паркор синий золоченый внутри мельхиоровый какой-то интересный подстаканник ну просто подстаканник он не сказал он играет на мельхиор будет ну еще какие-то интересные вещи так что сегодня еще адрес нарисовался как вам свечка ну прикольно необычно ты давно хотел открыть скупку или нет или вообще даже не думал два месяца назад не знал что я буду когда-то открывать скупки сидеть принимать вещи поэтому вообще спонтанное решение ну спонтанное ну как то есть грубо говоря тут вселенная к этому подвела то есть я сидел в офисе мне было неинтересно я занимался квадоискательством не было это интересно и вот так вот все совпало то есть даже вот здесь я шел здесь было на этом арке нарисована там аренда звоните туда-то я позвонил сразу же моментально договорился именно на это место сюда место место повторюсь намолено люди приносят люди довольны самое главное не нравится люди реально рада что они отдают мне старые вещи ненужные получать за это хорошие деньги то есть ну это очень здорово что погибли на это получается спонтанное решение ну скандинга бы именно вот уже скупка тоже не мог пойти там игре раму взять и стоматологический кабинет открыть прямо сказать я тут и какие-то предпосылки были получается именно старинные ну во первых то что марка раскопкам а второе ну я какой-то момент наткнулся на твои ролики то есть тут тоже конечно сыграла но интересного чем ты знаешь хотя первые такие впечатления были блин что старые вещи кому это нужно там так далее но в итоге поизучав прикинув я понял что да это то что надо то есть я решил и сразу же начал приступил к действию очень как раз здорово ну вот получилось с курсом как раз что он подвернулся это был уже вот смотри я просто хочу как бы для себя узнать если бы вот ты не посмотрел бы курс как бы тебе было бы тяжелее открыть скупку или нет сто процентов тяжелее я тебе скажу в чем ценность курса вот откровенно это в том что ну сразу же появляются нужные контакты есть учитывая что я все делаю один пока что есть человек точнее в ряд людей которым можно всегда позвонить проконсультироваться оценить ну просто чтобы держали это вот самое самое наверное большой плюс ну как бы без курса ты бы не открыл бы нет без курса я возможно открыл бы и ну не проще интересно с курсом открывать как бы морально вот ты правильно говоришь морально намного проще да то есть это значит какая-то такая страховка что ли ну ты понимаешь что ну ты всегда можешь на первом этапе кому-то позвонить проконсультироваться так далее то есть это понятное дело можно делать все самостоятельно и так далее но это мне кажется расстояние во времени также кстати само наполнение курса тоже оказалось полезным ну понятное дело его проглотил там буквально за день за два все эти видео пересмотрел но тоже очень много полезного от себя подчеркну для меня больше это вот как раз грубо говоря сообщество некая команда которая на подхвате которая очень помогает то есть я вообще не жалею ни разу что что-то делал теперь вот через месяц уже трудно скажем так оценивать и сначала я думал что труднее всего это закупать вещи то есть как закупать вещи вот я прям вот с этих видео и начал типа как рекламироваться так далее как показалось на практике тяжелее даже их продавать он даже не то что тяжелее а дольше то есть купить их как оказалось вообще нетрудно очень не понравилось купил ну это я просто для себя даже то купил и и расстроился например был такой момент ну я я бы сказал так ничего конечно же не расстроило есть какие-то момент ну скажем так сыроватые то есть не хватало на первом этапе каких-то тем но их добавляли через какое-то время причем грубо говоря пишешь там нужно видео по янтарю хоп через неделю его сделали это очень удобно то есть такая постоянно обратная связь ну пожалуй только вот это что было так немножко сыровато немножко было мандраж такой что я понимаю что у ребят это первый какой-то курс такой проба пера и но как оказалось это даже лучше то есть мы более тесно общаемся то есть если бы это был какой-то такой поток не знаю там на сотни человек то возможно это было бы умение интересно а так мы в команде очень плотно общаемся это помогает тебе надо посылки отправить да у меня сейчас посылок и плюс пишут на авито на мешке а да кстати сейчас сейчас да покажу сейчас отпишу секундочку мы же не простой на самом не простой ну сейчас у меня уже есть понимание то есть раньше как я в самом начале делал я закладывал на вид и дублировался на мешок я теперь понимаю что мешок не обязательно причем покупал там это промо лучше денег туда потратил но не кучу но имеется можно было их не тратить сейчас в основном всего кладу на авито мешок это такой вспомогательный инструмент под всякие коллекционные вещи под которые возможно нельзя продавать на авито он помогает у тебя вообще отсюда чего не покупают когда особенно в начале покупали очень хорошо сейчас не было продаж здесь хорошо берут как раз чайной парами обычно стоят чайнички какие-то интересные вот кстати бижутерию берут здесь хорошо и шкатулки пожалуй я так понимаю что в основном здесь принципе неважно покупают не покупают в интернете продаю как видишь на и ценников особо нет но иногда приятно особенно когда какая-то ну освобождается место на полку можно еще что-то поставить поэтому да небольшие продажи отсюда и но такой цели нет в итоге ты занимаешься этим полторы полтора месяца плотно можно заработать на этом вообще много будут ощущения да я уверен что ну когда ты покупаешь ну все дела в маржинальности когда ты покупаешь весь там за 50 рублей продающего за две с половиной ну сами считаете а по поводу продаж давайте глянем сейчас кстати мне надо на почту отнести и в яндекс прогуляемся с тобой ну вот сейчас покажу то что надо отправить то что за вчерашний вечер у меня на заказывали так вот чай это сдэк это вот этот чай мы сейчас на почту повезем самовар час тоже отнесем в яндекс спички кстати когда которые не продались на мешке но на авито сразу же продались видеокамера ну еще там с мужчиной договоренность одни часть лоха белок и на самом деле и вчера тоже получается там 6 7 права . ну я сейчас скажем так больше наверно все-таки беру чем даже продаю из тут надо именно под итогом месяца подводить итоги очень много сейчас грубо говоря в пути то есть очень трудно понятное дело что плюс сколько ты заработал за первый месяц вот зовут за вот полтора месяца когда ты открыл эту скупку вообще это убыточно все или можно что-то заработать я еще честно говоря не подводил итог но это точно не убыточно это точно уже окупилась причем несколько раз учитывая что затраты на открытие были совсем небольшие то есть по моим ощущениям от 50 тысяч это точно числе прибыли у меня уже есть в этом месте но сколько у меня товара сколько у меня лежит всего на продаже сколько у меня сейчас в пути находится но если интересно я потом буду тоже просто цифры пришлю если какие-то проблемы вообще с этим я просто знаю как бы этот бизнес изнутри и вот тебя спрашивались какие-то проблемы да можно уже назвать проблемы хотя как как из ниоткуда она взялась мне просто некуда класть вещи то есть я вчера тоже съездил на адрес у меня дом квартира она просто уже завалена вещами все фарфор пластинки книги а вчера огромную аудиолу взял то есть это просто это же говорил не бери ну короче говоря сейчас еще срочно порядка помещения где-то где мы желательно в этом же здании чтобы где-то хранить вещи вот еще в этом здании я так понял что там парикмахерская и такое здание это большое то да 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 сегодня так вот устала то потому что мы с утра снимаем какой-то он будет и скажем так здесь продают бар насколько я знаю парикмахерская ремонт обуви ремонт одежды ювелир там сидит ювелир очень долго можем подружились получает советую проверяет серебро золото да 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 ну смотрит что за камни проверять размер колец что-то там ремонтируют спасибо пошли туда посылки отнесем адреналин присутствует адреналин в этом деле да конечно то есть адреналин интерес к этому делал то что время пролетает просто незаметно ты брать такие группы товара как пластинки у меня несколько сотен за месяц елочные игрушки у меня где-то коробок 10 примерно обувных ну там и побольше на волхоне стоит книгами у меня занялась девушка за что я огромное спасибо кстати можно я предобретали подниму лояльность так как он завален вещами ямочка привет я тебя очень люблю мы все это продадим хорошо почему сейчас не получается продавать так нет как видишь я только что показывал все получается но дело в том что не взорвать внимается больше чем продается и так вот по секрету скажу ямочка моя девушка сказала что возможно через какое-то время она полностью переключится на продажи и то есть у нас я принимаю она продает какая-то модель и затраты как бы минимальные потому что только что по затратам можно поговорить кстати об этом на накрытии вот этой скупки учитывая там первый месяц рекламы аренды расклейки и так далее где-то 30 тысяч рублей ждать что бизнес уже за месяц укупился и пошел в прибыль какой бизнес еще так быстро открывается был страх что не получится вообще вот ничего не получится и все как бы что не понесут я не смогу купить вещи такой страх был конечно в самом начале а вот именно что не принесут поэтому еще раз повторюсь думал что продать это фигня там выставы продал а когда понесли я понял что это интересно что я открылся там где надо и хочется продолжать рекламироваться открывать еще спутки нанимать людей и так далее мы сейчас идем отправлять часть посылок на почту это у нас чай с ссср это тут набор спичек пятьдесят восемь крапов а это китель но моё потом ты будешь на багажнике возить на самом деле а что у тебя лучше всего продается слушаю и группы товаров за месяц полтора я понял которые прям улетают очень хорошо продаются самовары прям моментально там целая самоварная махия потому что не успеваешь выложить у тебя где уже звонят их купить продаются хорошо фарфоровые статуэтки понятное дело подсвечники хорошо идут вот эти пожалуй три группы товары выделю которые вы прямо летают а так все покупают потихонечку чайные пары хорошо берут часы позолоченные то есть вот когда люди сдают и как правило приносят коробками вот такими вот и соответственно там уже выбираешь но иногда попадаются позолоченные иногда попадаются на ходу иногда попадать какие-то старенькие они уже стоят денег и их быстро покупают чтобы ты хотел посоветовать тем людям кто хочет заниматься стариной пожалуй я посоветовал бы начать действовать как можно скорее немножко жалею что не начал раньше потому что это очень интересно если вы сидите на своей работе вам не в моготу то по моему это очень такое хорошее дело чтобы заняться причем посмотрите на мои результаты окупаемость очень быстро и ну рисков особо никаких нет вот тем более у саши насколько я знаю есть бесплатные консультации я сам ее проходил апреля месяц если есть какие-то страхи есть где-то недопонимания можете заранее сформировать эти вопросики созвониться с сашиным компаньоном он все расскажет ну по крайней мере у меня так было самая главная рекомендация это действует не думать а действовать получается что ты случайно стал заниматься стариной вообще в целом вот так вот если взять ничего случайного не бывает но ты мог подумать что например 10 лет назад что ты будешь покупать старые вещи я три месяца назад не мог подумать что я буду покупать старые вещи и что буду сейчас стоять здесь разговаривать с тобой ну да вообще вред абсурд смотрите лепнина только заметили ну что я тебе желаю удачи еще больше товаров и снять еще больше помещений и интересных вещей разных уже антикварных которые какого музейного уровня ну даже полотом помог на виду сначала вещички 200 300 до 1000 сейчас у меня уже наверно средний там 1000 2 5 там и так далее потом вещи которые ниже там двух тысяч не будешь выставлять скажи где находится твоя скупка и пару слов о своей скупке моя скупка находится в городе окна недалеко от вокзала улица труда 15 дробь 5 поэтому если есть старые ненужные вещи то милости прошу приносить оценивать и у вас их забирать все кто хочет зарабатывать на покупке и продаже старых вещей приглашаю вас на бесплатную консультацию на которой мы разберем как именно вашем городе или поселке научиться продавать и покупать антиквариат расскажем как покупать антиквариат как его оценивать как его реставрировать и продавать а также расскажем прибыльность этой сферы и сколько нужно денег для начала для старта так что не упускайте такую возможность и прямо сейчас записывайтесь на бесплатную консультацию ссылка будет к закрепленном комментарии а всем спасибо пока пока